добрый вечерочек всем решила что может быть стоит начать такую долгоиграющую серию небольших видео посвященных всего лишь какому-то одному аромату может быть иногда незаслуженно забытому может быть наоборот очень известному чтобы рассказать что-то поподробнее его создание или его создателях сегодня начну этот рассказ с такого действительно может быть уже и незаслуженно забытого интересного аромата карла лагерфельда который называется сейчас чтобы вам не собрать я покажу вам у меня такая менюшечка вот его название что переводится как солнце луна и звезда и очень красивый такой вот темно-синий эти какой маленький но я больше не смогла достать здесь изображена вот и солнце звезды луна он полноразмерный флакон будет точно такой же то есть но очень красивенький запах даже сквозь закрытую крышечку на мне уже давным-давно стоит закрытый он просто сильнейший потому что он есть он аромат 94 года тогда еще такие сложные по составу были как бы парфюмы его создала парфюмер сейчас уже очень известный софия гройсман я немножечко про нее вам расскажу но сначала про сам аромат и так что же у нас там есть вот такое ощущение что софия гройсман попыталась впихнуть невпихуемое и соединить несоединимое потому что ну на мой взгляд очень такие противоположные как бы нотки вот например в первых нотах там ананас белая фрезия персик водяная лилия бергамот роза нота сердца гвоздика то есть как вот можно себе представить как гвоздика сочетается с водяной лилией то есть вроде сама нежность и в то же время гвоздика это довольно резкий сильный запах значит гвоздика апельсиновый цвет орхидея корень ириса жасмин гелиотроп ландыш нарцисс это все еще ноты сердце я вам зачитываю и ноты базы сандаловое дерево амбра мускус ваниль белый кедр эти какой богатейший интереснейший состав вот она этот аромат он такой вроде бы он и сочно водяной со сладкими белоснежными лилиями и в то же время с этой ароматной гвоздикой вот он дает такое ощущение колдовское ночи тайны каких-то резвящихся русалок в лунном свете на глади там реки то есть он даже если его и можно назвать отчасти может быть таким ароматом из бабушкиного сундука но это из бабушкиного сундука со сказками то есть очень красивый аромат по-своему необычный невероятно стойкий невероятно шлейфовый с ним надо очень осторожно с дозировкой потому что там буквально даже лучше вот наносить не пшиком а вот нам намазом очень крепкий он может конечно задушить легко я его так с большой осторожностью использую я так понимаю что мне вот этого мы сипусенького там где-то может пять миллилитров лакончика вот хватит очень надолго потому что на самом деле он не из тех которым нужно там поливаться его хватит на целый день что тоже удивительно вот все-таки эти ароматы 90-х они были потрясающие по стойкости софия гройсман автор этого замечательного аромата известный уже сейчас парфюмер очень она родилась 8 марта 45 года в день когда закончилась в год окончания войны великой отечественной ее родители ну она родилась еврейской семье ее родители были партизанах в белоруссии 15 до 15 лет она жила как бы в советском союзе потом они эмигрировали в польшу потом сша ну уже не будем там пытаться объяснять причины почему что и как у каждого свое вот на девочка пошла учиться на химика и когда закончила и начала работу его все равно влекло к созданию каких-то парфюмерных композиций и в этом качестве ее заметили заметил достаточно известный парфюмер на тот момент эрнс шрифтан и вот оттуда может быть всего легко руки началось ее уже так сказать шествие в мир парфюмерии она начала участвовать в различных конкурсах создание различных ароматов вот и пошло-поехало среди ее ароматов которые вы наверняка сто процентов знаете это ланком трезор духи которые побили по количеству продаж практически они на одном уровне шанель номер пять настолько они в свое время были популярны и известны и также по моему кальвин кляйна тэрнити и потом осте лавдер beautiful и еще какие-то белая линия по моему осте лавдер тоже ее в общем очень очень много интересных ароматов ну и в том числе вот этот замечательный аромат вот такая вот такой парфюмер такая история и кстати очень нравится именно различные создавать композиции где используется много цветов или цветы с фруктами вот это ее такая линия направления поэтому у нее ароматы бывают достаточно узнаваемые ну кто уже примерно знает и очень сложные по композиции богатые такие ароматы очень красивые ну посмотрите какая прелесть вообще необычайный флакончик очень красивый такой темно-темно насыщенно синий вот такой интересный аромат который может быть сейчас уже не заслуженно немножко забыт ну конечно появляется все время столько всего нового интересного все это хочется пробовать но к некоторым стоит я думаю парфюму все-таки иногда возвращаться потому что это не только история это все-таки целый мир так что рекомендую если вдруг найдете вот в таком маленьком варианте еще я думаю что можно в каких-то интернет магазинах найти а может быть даже вам повезет и такой полноразмерный флакончик найти всего хорошего пока пока теперь уже до следующего аромата